здравствуй настало время для того чтобы пообщаться на интересные моменты напоминаю что в рамках вот этой передачи я говорю о тех вещах которые более так среднесрочно более на перспективу работает и в целом о рынках не касаясь каких-то конкретных инструментов если хотите какие-то конкретные инструменты то волком на авторский youtube канал ссылка должна быть в описании к этому видеоролику также как и ссылки на все те инструменты которые я вам сегодня расскажу но на прошлой неделе как вы помнили как вы заметили а может быть и не заметили отсутствие дано прошлой неделе наш с вами встречи не было встречи и собственно говоря для того чтобы вспомнить что я говорил предыдущей программе я посмотрел прошлый выпуск так тезисно и удивился даже самого себе насколько прав и оказался потому что ровно две недели назад мы с вами говорили о том что рынок склонен к падению и нужен только триггер для того чтобы он завалился он действительно упал на 15 процентов смп 500 свалился ртс упал значительно сильнее но в ртс там и другие свои проблемы да в нашей россии есть но мы видим что вот этим триггером стал коронавирус который по большому счету не должен был стать в любом другом моменте но вот из-за кризиса ликвидности мы наблюдаем то что наблюдаем и так чем будет жить рынок на какие интересные вещи стоит обращать внимание первое на что я бы ставил обратил ваше внимание на отсутствие и ликвидности которые они давайте мы начнем с вами место не с ликвидности а с баланса фрс который был данный которые были опубликованы абсолютно недавно они продолжают не расти скажем так да то есть врачи по отчетам федеральной зерной системы сша их баланс не увеличивается это делается намеренно таким образом ликвидности в рынке не появляется и это было первой причиной почему рынок мог провалиться более того если мы с вами посмотрим не просто общий баланс на посмотрим что конкретно уменьшается то продолжает уменьшаться объемы сделок репо которые кстати говоря делают это с начала 2020 года и пока кризиса ошибка большого кризиса ликвидности на межбанке не существует я думаю что джон пауэлл будет делать то что делать но прикол весь в том что случился обвал 15 процентный обвал по смп 500 это было видно это было предсказуемо и снизилась ликвидность сразу же на биржах то есть на бирже 7 если мы посмотрим на эту табличку эта табличка строится по так сказать тому как идет торговля фьючерсами на смп 500 обращаю внимание что ликвидность именно на инструменте смп 500 просто на минимуме сейчас на более минимальных отметках она была в конце 2018 года когда рынок увидел 20 процентный провал по себе 500 мы слову говоря минимальный отрезок сказать ликвидности и совпал с минимумом того падения которое состоялось потом рынок начал выздоравливать ликвидность стала появляться тогда и так далее сейчас в принципе происходит ровным счетом то же самое да даже если мы включим сами дневки то мы обнаружим что сейчас уже рынок начинает откатывать вверх и не то чтобы это прямая зависимость да но тем не менее участники рынка свалили с этого рынка ликвидности никого нету это конечно очень опасно это опасно в первую очередь тем что достаточно большая какая-нибудь заявка например на продажу на закрытие большого объема позиции моментально приведет к тому что стакан прольется еще процентов на 5 может быть даже на все 10 поэтому если вдруг вы будете откупать также как это делаю я то делать это максимально без плеча либо с минимальным минимальным его влияние что касается идеи можно ли откупать или нет я считаю что да я считаю что данный инструмент можно откупать впереди очень важное событие мы о нем узнали только лишь вчера это то что джон пауэлл и мужчина искать инициировали встречи лидеров стран g7 для того чтобы обсудить так сказать их действия на то что с ними делает коронавирус по-другому даже не скажешь и обсуждать они это будут именно сегодня в 15 часов по московскому времени будет их телеконференция там или что до происходить по итогам который будет опубликован на коммунике и вот на это коммунике будет соответствующая реакция честно говоря был бы просто идеальным вариант если бы эти страны взяли бы посчитали сказать сколько ликвидности не хватает для того чтобы поддержать текущий рынок и эту ликвидность так сказать перераспределили между своими регуляторами ну кто-то запустил куе кто-то не куе ну вот вы знаете да например что как только китайская биржа открылась после нового года упала она сразу на 11 процентов и начиная с этого дня во первых в первый же торговый день так сказать биржа запретила короткие позиции непокрытые совершать на бирже да то есть работать на понижение индекса шанхай композит ну и собственно говоря сделками репо заливала рынок весь деньгами и они это делали пока этот гэп не перекроет в итоге там на 12 процентов они выросли после этого они перестали печатать эти деньги вливать эту ликвидность в мировую систему и падение по 500 по другим рынкам в принципе возобновилась все по времени совпадают все круто все классно поэтому значит на что стоит обращать внимание однозначно нужно обращать внимание на то о чем они там договорятся и договорятся ли вообще я думаю что они не от хорошей жизни собираются я думаю что они придут к общему пониманию ситуации я думаю что они анонсируют или пообещают провести какую-то политику смягчения и тем самым остановят падение фондовых рынков везде первую очередь зацепи 500 во вторую очередь там в европе и в китае так далее так далее соответственно ну нет причин не выкупать единственное что может стояться еще раз говорю проливы виду 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 того что ликвидности по 500 ему отсутствует но все эти проливы так либо иначе можно пробовать откупать что касается федеральной зерной системы сша его показал бы еще одну табличку очень феноменальную табличку согласно которой который строится по данным торговли фьючерсами на процентную ставку и обратите внимание сто процентов участников рынка ожидают увидеть все процентную ставку фрс в диапазоне 100 125 байсных пунктов на 18 марта и это ближайшее заседание то есть это через две недели участники рынка ожидают что ставку понизят не на 0 25 процентов как обычно это происходит а сразу на пол процента потому что текущей ситуации текущий диапазон это 150 175 байсных пунктов то есть другими словами месяц назад о том что ставку надо понижать на полпроцента сразу никто не думал сейчас ситуация с точностью до наоборот и к слову говоря вообще участники рынка закладывают понижение ставки сейчас следующем заседании 29 апреля потом а 16 сентября то есть к концу года участники рынка ожидают увидеть процентную ставку от фрс 0 5 процентов это феноменально мало конечно единственный кто наверно то порадует это трамп который вчера опять так сказать пожурил джерому паула назвала в какой-то степени тормознутым ну ладно бог с ним что для нас то с вами значит на мой взгляд рынок очень сильно испугался вот прям сильно перепугался доходности долговых бумаг снизились они стали даже намного меньше чем дивидендная доходность подешевевших акций фондового рынка то есть в какой-то степени держать деньги в фс ну не выгодно их только выгодно там держать с той целью чтобы вообще не обанкротится потому что акции могут еще раз упасть как только у участников рынка пропадет ощущение того что фондовый рынок еще может серьезно завалиться то потихонечку начнет перетекать из фонды из долговых бумаг в фондовый рынок и есть это дело откатит по всем акциям ну и соответственно снижение доллара сша по всем фронтам о котором я тоже две недели говорил она по большому счету случилось больше всех это видно конечно на европейской валюте ну и на индексе доллары почему бы и нет а теперь внимание момент дело в том что фрс ну я не думаю очень сильно сомневаюсь я конечно могу ошибаться но я очень сильно сомневаюсь что федеральной зерной системы сша джон пауэлл будет понижать процентную ставку на полпроцента сразу 18 марта если он это и сделает это он будет на 0 25 процентов не на как не на полпроцента и тут мы сами тогда отца я вас отошлю к событиям конца июля 2019 года тогда джерон пауэлл понизил и федеральной зерной системы сша понизили процентную ставку на 0 25 процентов и вместо того чтобы доллар сша ослаб потому что процентную ставку понизили но обычно это прямая до зависимостью ставку понижают и собственно говоря доллар ну валюты эмитент она понижается но тот раз произошло все с точностью до наоборот ставку понизили а доллар сша в моменте вырос ну если судя по индексу доллара моменте вырос еще на один процент да конечно потом откатил но это было через два через один два дня но первая реакция это именно на удорожание а почему все происходило тот момент потому что тогда участники рынка ожидали понижение процентной ставки на 0 5 процентов причем если не память не изменяет примерно 60 примерно 70 процентов участников рынка ждали что ставку понизит на 0 25 процентов остальные там 25 30 процентов считали что ставку по ней сразу на полпроцента теперь мы сами видим что картины еще даже красивее то есть практически все уверены в понижении ставки на 0 5 процентов чем-то чревато тем что пойдет обратно реакция то есть сейчас они выпустят это коммунике сейчас они поговорят о том что надо все это дело предпринимать выпустит конкретный план действий и джером пау даже если понизить проценту ставку на 0 25 процентов доллар сша от этого вырастет и отнюдь это не какие-то там злые маркет-мейкеры которые но знаете как она обычно бывает злые маркет-мейкеры повели всех против рынка нет все дело в ожиданиях которые не совпадают сейчас рынок в этом плане перегрет поэтому ждем когда участники рынка разочаруются ждем когда доллар сша начнет дорожать потому что ну уж сильно они там пересрались и вот это основные движения основные тезисы которые могут реализоваться на этой неделе безусловно темпом безусловно ритм будут ритм задавать регуляторы крупнейших стран которые сегодня созваниваются на этом всем встречаем с вами через неделю наверное